Помню о том принципе, что джиу-джитсу было изначально как самозащита, и она до сих пор должна быть самозащитой. Цель на соревнованиях, то есть мы тоже всегда как судей это обсуждаем, не получить какое-то преимущество или адвантич, и выиграть, и сказать, быть себе в группе, сказать, я чемпион мира на адвантич. Это не есть цель. Цель, чтобы сделать какой-то, ну, сабмишн, скажем так, финализировать. Вот это наша цель. Нужно действительно начинать со стойки и пытаться в таком вот высоком положении пытаться как бы начинать с броска и далее продолжать. То есть гардпул я принципиально не делаю. Может быть иногда в клубе, когда там где-то уставшая или что-то, а вообще вот на соревнованиях у меня, по-моему, за это все время я ни одного раза гардпул не сделала. Ну, также можно без гардпула и проходить все 10 минут, ну, в твоем случае, по черным поясам. Вот как ходит, допустим, какой-нибудь Атавиа на Алате, вот он 10 минут ходит, ходит, толкает своего оппонента туда-сюда. Ну, как бы такие схватки. Ну, тоже так себе, да, зрелика? Вот как сегодня я видела, схватки были в стойке все время. Я думаю, как только они оказывались внизу, они подпрыгивали, это тоже, я считаю, неправильно. То есть бразильское джиу-джитсо, оно в партере, но начинаем мы бороться в стойке. То есть помня о том принципе, что джиу-джитсо было изначально как самозащита, и оно до сих пор должно быть самозащитой. Цель на соревнованиях, то есть мы тоже всегда, как судьи, это обсуждаем, не получить какое-то преимущество или адвантич, и выиграть, и сказать, бить себе в группе, сказать, я чемпион мира на адвантич. Это не есть цель. Цель, чтобы сделать какой-то, ну, сабмишин, скажем так, финализировать. Вот это наша цель. Поэтому для всех, кто тренируется, я думаю, что нужно, это очень важно, как бы быть таким, ну, целостным, скажем так, тренировать все зоны, скажем так, и в стойке, и в партере. Заканчивая этот пример, вот у меня моя группа девочек, да, мы делаем броски, и когда мальчикам, с мальчиками я броски, ну, только делаю, когда я их тренирую, а предпочитаю их не тренировать часто, потому что, если это я не тренируюсь, если я их тренирую, как бы это общая группа, и поэтому я знаю, что когда девочки борются в конце каждой тренировки, они все начинают в стойке, без проблем, они делают броски, мальчики только связаны с глазами выпученными, но мы думаем, откуда они все это знают. Мальчики этого не умеют. Видно, даже если они не смогут кого-то бросить, их не бросят. То есть они чувствуют себя комфортно, стоя на ногах. Я считаю, что это, ну, более красиво и, наверное, более правильно для джи-джитсу. Тебе с такой точкой зрения, с такими взглядами просто необходимо однажды попробовать себя в грэпплинге UW? Ну, наверное. А по правилам, что у них там интересно, ну, подходит под мою концепцию, да? Под твою концепцию, да. То есть, условно говоря, люди не пулят гард, борются в стойке, и тот человек, который пулит гард... Его наказывают. Его наказывают, да, двумя баллами в пользу соперника. Красная, я никогда не пулю гард, так что пусть другого наказывают. Иначе мне нравится уже, да. Ну, и там красное кимоно. Да. Красное и синее. Красное и синее, как по-самому значить почти. Да. Полу-кимоно. Не, ну там полностью кимоно. Я называю полу-кимоно, потому что это как бы не хава. А в грэпплинге полное кимоно, штаны, пояс, все. Красное и синее. Прекрасно. И рашгарды красные и синие. Прекрасно. Спасибо за информацию, попробуй, да. Ну, смотри БЖФрикс, у нас вот на днях мы будем выкладывать наших ребят чемпионату мира. Ты тут поймешь, что такое UW-UW крепость. Ну, я думаю, что я просто схватки видела, как бы, ну, естественно, не было времени вникать в подробности, в таких вот, как бы, по правилам и так далее, да. А еще там не риппинг разрешен. Разрешен. Да. И нет деления на пояса. Это хорошо. Вот деление по поясам, кстати, одна тема, которая, как бы, здесь в джиу-джитсу у меня немножко, ну, потому что людей мало, да, в некоторых категориях. То есть, как под джи-до у нас деления по поясам нету. То есть, все борются. У кого белый, у кого синий пояс под джи-до. И если, ну, я имею в виду белый, это как маркировочный, да? Угу. И а какой у тебя на самом деле пояс, ну, никто не знает. Если какой-то чемпионат, там, ну, большого значения, то там говорят минимум, какой нужно иметь, чтобы там бороться. А в принципе, ну, практически все черные пояса, цветные пояса, то они пойдут просто про их забыть, условно говоря. То есть, есть специальные соревнования для цветных, а так все остальные, они как бы без деления. Я считаю, что, ну, наверное, лучше, больше людей. Ну, вот, также здесь в грэпплинге нет деления на пояса. Разрешен не риппинг. Разрешены, ну, расширенный арсенал болевых на ноги. То есть, футлоки, рычаг колена, кисть, ущемление. Прекрасно посмотрю, выкладываю, гляну, может быть, это будет, скажем так, новое хобби. Ну, крутяк, заманил. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok